Сегодня вы узнаете о 10 продуктах Икеа, которые выглядят невероятно роскошно. Икеа совершила революцию в мире дизайна и сделала очень много товаров с отличным дизайном за весьма приемлемые деньги. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Всем привет и добро пожаловать на наш канал. С вами Майкл, я руководитель и практикующий дизайнер студии Лэш. Этот список я подготовил для вас, основываясь на своем чувстве прекрасного и личном опыте использования. Итак, 10 место в моем списке занимает напольный светильник FixNess. Ткань, натянутая на каркас, создает удивительно мягкую и плавную форму. Он напоминает какой-то инопланетный объект, установленный на штативе. У этого светильника еще есть компаньон, настольная лампа. Но, по моим ощущениям, она выглядит немного несуразно из-за вытянутой верхней части. В таких торшерах очень важен источник освещения. Лампочка может быть матовой или прозрачной. Матовая даст более равномерное освещение без теней, а прозрачная, наоборот, создаст рисунок на вашей стене. В этом торшере используется однородная ткань, и поэтому тень будет растягиваться и сгущаться по краям. На 9 место я поставил комод Malm. Его еще называют комод-убийца. Его проблема в том, что когда ящики сильно загружены одеждой, он теряет равновесие и может упасть. И особенно это опасно, когда в доме есть маленькие дети. Одно время он был запрещен к продаже в США, но сейчас к нему в комплект добавили крепление к стене. Поэтому обязательно нужно его прикрутить к стене. Это очень важно. Лично мне нравится его лаконичный дизайн с минималистичными ручками. Особенно, если сверху на него поставить декоративные элементы. Тогда он сразу исчезнет из виду и будет просто подставкой для декора. В этом году из-за снижения ставки по ипотеке очень многие решили увеличить свою жилплощадь. И я не исключение. Тоже решил продать свою квартиру и купить квартиру побольше. И сделать это мне помогло приложение ASEAN. Там я опубликовал объявление и нашел для себя интересное предложение. Благодаря большому количеству объявлений по недвижимости, они создали сервис, который может мгновенно оценить ваш объект, ориентируясь на стоимость аналогичных квартир. Просто вводите адрес своей квартиры, выбирайте количество комнат и указывайте ваш метраж. Искусственный интеллект тут же рассчитает диапазон цен. Можно еще указать, какого качества у вас сделан ремонт и другую дополнительную информацию. Это сделает оценку более точной. Такой расчет нужно обязательно делать не только при продаже квартиры, но и при покупке. Также здесь можно сделать расчет и по стоимости аренды, если вы решили снять или сдать квартиру. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение ASEAN и узнайте рыночную стоимость, интересующую вас квартирой. На восьмом месте у меня кресло POINT. Это невероятно успокаивающее кресло, разработанное японским дизайнером набору Nakamura еще в 1976 году. Оно своей формой напоминает кресло, созданное финским дизайнером Alvaro Alto в 1939 году. Согласитесь, что у него есть сходство, но кресло Nakamura выглядит более безопасным и расслабленным. Кроме основной большой модели, есть еще и маленький клон, который своей миниатюрностью должен умилять родителей и идеально подходить детям. Степин ребенок, это мой партнер по бизнесу, решил закончить обход Икеи сразу после того, как увидел это кресло. Потому что он понял, что лучше уже ничего не будет. Также я хочу напомнить, что в первый час после публикации ролика я отвечаю на ваши комментарии. Так что если у вас будут вопросы, то обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить выход следующего видео. На седьмом месте единственный предмет, название которого можно выговорить с первого раза. Это ваза-цилиндр. Как утверждает Икея, каждая ваза создается стеклодувом, что придает ей еще больше ценности. Но в прозрачных вазах самое ценное – это их содержимое. Благодаря ее размеру и высоте вы можете создать настоящие произведения искусства. Можно наполнить вазу камушками или ракушками, создать в ней маленький аквариум. Или просто поставить сухостой, который потом не будет осыпаться по всей квартире. На шестом месте настольный светильник Эвидаль. Этот светильник меня настолько вдохновляет, что я купил один себе домой, а второй поставил здесь, в студии. Он имеет немного футуристический вид, но в то же время вдохновлен дизайном середины 20 века. Его основание имеет уникальные мраморные прожилки, а интенсивность света может регулироваться с помощью диммера. И темный абажур может вращаться, чтобы создавать игру теней на стене. Пятое место – тумба Стокгольм. Она сделана из шпона грецкого ореха с основанием из массива ясеня. Опять же, внешний вид напоминает нам дизайн середины 20 века. Хочу обратить ваше внимание, что двери этой тумбы открываются наверх и задвигаются в верхнюю часть. Поэтому вы можете легко менять внешний вид тумбы, оставляя ту или иную дверку открытой. И если ваша техника все еще использует инфракрасные пульты, то эта возможность также будет для вас полезной. Розетки для такой тумбы нужно делать почти у самого пола, так как в нижней части есть специальные отверстия для проводов. На четвертом месте у нас зеркало, тоже из коллекции Стокгольм. Вообще, вся коллекция Стокгольм выглядит очень интересно. Там есть и журнальные столики, и сервант, и шкаф. Но зеркало хочется выделить особенно. Неравномерная рамка вокруг зеркала создает плавный изгиб и добавляет монолитности основанию. Декоративную рамку на сайте Икея предлагают использовать как полочку. Но я бы не рекомендовал вам этого делать, так как отражение в зеркале будет увеличивать количество предметов на ней вдвое. Лучше сделайте полочку отдельно. На третьем месте разместился смеситель для кухни Виммерн. Вообще, смесители из Икея – это лучшее сочетание цены, качества и дизайна. Он легко снимается благодаря магнитному держателю и имеет два режима – обычный и как душ. Единственное, чего ему не хватает – это дополнительного выхода для фильтрованной питьевой воды. В общем, я уверен, что он сможет стать удобным помощником на вашей кухне и будет радовать вас долгие годы. И мы подходим ко второму месту. На нем удобно расположилась кровать Тюфьорд. Закругленное по бокам изголовье делает спальное место особенно уютным. Эту кровать совсем не обязательно ставить вплотную к стене. Она будет отлично смотреться и посередине комнаты. Благодаря высоким тонким ножкам кровать выглядит легко и изящно. Мягкая текстурированная обивка с эффектом двухцветного меланжа очень хорошо смотрится. Ну и первое место заслуженно занимает рожок мороженого из Бестро Икея. Его нежный сливочный вкус – ладно, это была шутка. И первое место в нашем чарте занимает подвесной светильник «Скюмнинген». Меня этот светильник поражает своей бионической непринужденностью, но дизайнер видит в нем лопасти турбины. Этот светильник удостоен премии Good Design Awards. Этот объект создает объем и глубину одновременно. Я уверен, что этот светильник не останется незамеченным в любом интерьере. Дизайн не должен обязательно быть дорогим. И Икея еще раз это доказывает. А какой ваш любимый товар из Икеи? Напишите в комментариях, мне было бы интересно посмотреть. Пишите свои вопросы, в ближайший час я буду на них отвечать. И увидимся через неделю.